Меня зовут Юлия. Я из города Санкт-Петербурга. Меня зовут Алина Халилова. Я из Санкт-Петербурга. Меня зовут Елена. Я пришла найти себя. Решить мою проблему. Изменить свою прошлую жизнь. Начать жить. Ну что, давай начнём экспериментировать. Обалдеть! Я себя такую никогда не видела. А-а-а! Какой класс! Ва-а-а! Перезагрузка Удалась! Е! Меня зовут Анастасия Третьякова. Мне 31 год. Я отличница. Но в жизни у меня ничего не получается. Я неудачница. С самого детства я представляла, что я буду журналистом. У меня действительно очень хорошее образование. Я закончила Санкт-Петербургский государственный университет. Красный диплом. Мне было просто стыдно плохо учиться. То есть, если я получала четвёрку, мне казалось, что я плохой человек. Но с работой не складывается. Я почти каждый день хожу на собеседование, но меня не берут. Я не знаю, почему это какой-то рок. Мой молодой человек меня бросил. Просто сказал, что он не готов быть со мной. Это было очень тяжело. За всю мою жизнь у меня был только один молодой человек. Сейчас я одинока. Я уже не помню, что такое секс, правда. Я абсолютно не сексуальный объект. С самого детства я смотрела на себя в зеркало и думала, что вот-вот я расцвету. А сейчас я понимаю, что годы идут, я уже увялый, не успев расцветить. Если бы я была красивой, у меня была бы тогда и работа, и любимый человек. 8 лет назад папа умер. Он всегда мной гордился. Даже хорошо, что он не видит меня такой. Потому что, ну, мне правда стыдно, что я не оправдала ни его надежды, ни надежды моей мамы. Не получилось из меня ничего. Я пришла на перезагрузку, потому что я хочу изменить себя полностью так, чтобы я себя не узнала. Здравствуйте. Привет, Настя. Меня зовут Ксюша. Я Настя. Очень приятно, Настя. Ты заплаканная? Нет, просто, ну... Уставшая? Переживаю, да, поэтому глаза красные. А что ты переживаешь? Что случилось? За все переживаю. На самом деле стыдно признаться, что я неудачница. Ну, это правда. У меня долгое время нет работы, у меня нет семьи, у меня нет ничего. В 31 год неудачница. Выглядит не так, что, знаешь, вот есть повод разочароваться в самой себе. Ну, давай с самого начала. Ты? Я по профессии журналист. Журналист. У меня очень хорошее образование. Так. Но карьера у меня не складывается. То есть я могу полгода где-то работать, потом год искать, потом опять полгода работать, потом год мучить. Тебя увольняют? Меня сокращают в основном. Почему? Я не знаю, правда. Ну что? Наверное, во мне нет какой-то хваткости, какой-то жесткости, какой-то... Ну, то есть ты делаешь вот так, как надо, но при этом, знаешь, вот это как блюдо, вроде правильно приготовлено, все. Ну вот... Изюминки нет. Изюминки нет, да? Унылый, да? Скучный человек. Мне кажется, ее даже уволять за то, что она вот просто надоела за полгода. Неправильно себя преподносит. Самоотрицание. Ну, это признак депрессивного состояния. На самом деле, это признак депрессивного состояния, когда человек себя не принимает, наделяет себя там негативными качествами, которых, может быть, у него и нет. Окей, хорошо, с карьеры понятно. Что с мужчинами? На самом деле, здесь мистика какая-то. У меня был только один молодой человек за всю мою жизнь. Так. Четыре года назад мы расстались, и с тех пор никого... Почему расстались? И пыталась ли ты с ним помириться? Я пыталась. Ох, что я только не делала. Я звонила, я приходила к нему домой, я писала длинные письма ему. Ну, никак. По-моему, я только отдаляла его своей активностью. Я была навязчивая. Он сказал, что я не готова. Расскажи историю этой фотографии. Вот это что такое? Это идеал твоего мужчины? Да, Джут Лоу. Красавчик. Просто было такое мероприятие, вечеринка. Можно было почувствовать себя в образе невесты. Многие девочки именно так себя ведут. То есть, знаете, как говорят, последнее убежище несчастной девчонки – это любовь. Вот ничего нет, ни черта нет. Замуж. Да. Замуж хочу жить. Вот замуж хочу жить. Она все теряет. И работает, и молодого человека, и не борется, видимо, ни за что. Она такая, оп, унылая и пошла. Для меня это вот прям яркий пример того, что когда человек приходит со своими проблемами, их просто выплескивает, хочет разделить со всеми эти проблемами. Никому не нужны никакие проблемы. У всех своих есть. Она очень хочет их разделить со всеми. Что все... Абсолютно не хочет их решать. Да. Она хочет снять ответственность с себя, от своих проблем. Делюсь. Я делюсь, ребят. Я делюсь. Ты такая сидишь, рассказываешь, как ты в депрессии, какая ты несчастная, как у тебя все плохо, но при этом ты такая активная. При этом ты сама все про себя знаешь. Почему ты здесь? Что вот, чем я могу тебе помочь? Я хочу измениться. Я долго анализировала. Я же пыталась сама себе помочь. Пыталась. И так, и сяк. Не знаю. Пока я плохо понимаю, честно тебе могу сказать, практически впервые такого сижу, не могу пока понять, что не так, что вот, что не эдак. Далее в программе. А ты можешь вот сейчас нам показать, какая ты, в принципе, могла быть сексуальна? Нет, я не могу, правда. Почему? Почему? Пока я тебя плохо понимаю, честно тебе могу сказать, практически впервые, такой вот сижу, не могу пока понять, что не так, что вот, что не эдак. Хорошо, сейчас я позову ребят, они мне помогут, ладно? Хорошо? Парни. Привет. 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 Настя, знакомься, это Виктор, Сердар и Женечка. А ты можешь встать, чтобы мама тебя посмотри? У меня холодные руки. Что-то такие красивые глаза. Какая девочка. Вить, я уже не пойму, настолько ли она несчастная? Несчастная. А знаешь почему? Она все знает про себя. Никакого разговора у Насти, кроме как про себя, нет. Вот такой замечательный журналист, которого я впервые встречаю, которому не интересен никто, кроме себя. Поэтому ее на работу не берут. Мне кажется, тебе нужно чувствовать то, что ты нравишься молодым людям. А ты можешь вот сейчас нам показать, какая ты, в принципе, могла бы быть сексуальна. Нет, я не могу, правда. Почему? У нас работают. Ты что думаешь, мы будем вокруг тебя хороводы водить? Нет, не надо. И слушать твои проблемы? Нет, не надо. Вот, молодец, умница. Хотите вот так вот? О, вот, пошла руда. Молодец. И все, оставляй их. Пойдем. Пока. Пока. Удачи. Виктор Пономаренко, психолог. Настя, прошу вас, садитесь в кресло, Ну что ж, журналистка. Замечательная. Почему до сих пор не журналистка? У меня была практика, я работала. Мало. Работала на телевидении, так сказать? Да, я работала и на телевидении, и в печати. Я была редактором, я была корреспондентом. Тебе понравилось быть корреспондентом? Да. Работать в кадре? Я в кадре не работала. А? Я работала всегда за кадром. Тебе не было обидно, что в кадре не ты? Не хотелось самой вот так вот лицом светить? Хотелось, но я же понимаю, что у меня бы так не получилось. А почему? А у меня... Что тут особенного? Во-первых, речь, голос, дикция, подача, внешность. У тебя прекрасная внешность. Вы можете назвать любую часть тела, я скажу, что в ней не так. Ух ты, вот это аттракцион. Ну, правда. Но я постоянно, я не знаю, смотрю в зеркало, вижу свой этот нос, вот эти свои волосы, такие-не такие. Ну, все, все, фигурно. Даже если бы тебе предложили работать в кадре, отказалась бы. Сказала бы, что я такая нескладная, нос у меня большой. Материал соберу, интервью возьму, но в кадр не выйду. То есть, свой успех, свою карьеру ты просто спустила бы, извини, туда? Из-за своих вот этих вот комплексов? Ну, получается, что да. Я всегда мечтала об одном, а по факту я как бы этой роли недостойна, потому что, ну, я недостаточно хороша, недостаточно профессиональна. То есть, мне учиться, 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 еще, но получается, что, может быть, не в этом дело, наверное. Конечно, не в этом дело. Дело совершенно не в этом. Журналист в моем представлении это человек, который интересуется миром, и который этот мир через себя транслирует людям. Так я интересуюсь. Ты через себя ничего не транслируешь, кроме нытья. Все переживания человека по поводу своей внешности, это переживания по поводу его измены самому себе. На каком-то этапе своей жизни ты себе изменила, ты в себя не поверила, ты себя предала. И не надо плакать, а надо возвращаться к самой себе. Хорошо? Давай подумай над этим, возьми себя в руки, а я придумаю, каким экспериментом я тебя смогу убедить в своей правоте. Все не так. Я никогда никому не жалуюсь. Никогда. Девушки часто приходят на перезагрузку с проблемой, что мужчины, дескать, не обращают на них внимания. Хоть одна спросила бы, вот кто я такая, чтобы мужчины серьезные, интересные со мной выстраивали отношения. Отношения только тогда длятся, когда в них есть смысл, ребята. А что интересного происходит с Настей? Настю надо спасать, Настю надо возвращать в общество. Здравствуйте. Настя, привет. Я пригласил тебя в эту студию, где Максим, художник по телу, ты же слышала о таком направлении искусства, как буги-арт, займется тобой и превратит тебя в арт-объект. Потому что ты себя стесняешься, недооцениваешь. Мне уже страшно. Страшно? А что ты боишься? Интересно, нет, интересно. Ну ты готова или ты готова уйти? Нет, я готова. Все, ты не уходишь от себя? Да, конечно. Работайте. Я не знаю, что будет, но быть, что будет. Молочь. Ужасно стыдно. Будь вот такой несовершенней. Ну что такое? Я еле сдерживаюсь, чтобы не плакать. Почему? Что случилось? Ну стыдно. Ну ты же очень красивая девушка. Я тебе скажу больше. Тебе придется сейчас показаться людям. Мы находимся в заведении, где в основном собрались мужчины. Это спортивный бар. Которые пришли посмотреть хоккей. Их это расстроит. Их расстроит. Ну сейчас посмотрим. Ты не хочешь посмотреть. И ты выступишь не в роли модели, ты выступишь в роли профессионального журналиста. На, держи. Ну вот это все ты научишь. Работай. Держи. В тот момент, когда Виктор дал мне микрофон и сказал, иди работай, я думала, что я закроюсь. Это был кошмар на самом деле. И не бойся. Надеюсь, что другие люди меня увидят и забудут. Очень быстро. Будь мужественной. Это твой профессиональный инструмент. Что я должна делать? Ты должна задать два вопроса. Что такое любовь? И второй вопрос. На что вы готовы ради своей любимой женщины? Да, это провокация. А журналист провокатов. Журналист обязан. А Шеломин? Мы должны работать. Обескуражить и работать. Хорошо, я заботу о себе. Я буду работать. Все, молодец. Молодец. Супер. Давай. И так, скажите, пожалуйста, банальный вопрос. Что такое любовь? Любовь вернет все. Любовь для меня это все. Любовь это весь мир. Настюш, супер. Ты молодец. Ты умница. Только не прибедняйся. Ты не милость мне просишь. Хорошо. Ты журналист, который собирает... Я журналист. Самое главное. Молодец, вперед. Настя думает, что если бы ее внешность была лучше хоть в чем-то, то счастье пришло бы к ней неоткуда. Просто свалилась на нее с небес. А я скажу, проблема не в теле, а в деле. Точнее, в его отсутствии. Поэтому наш эксперимент связан прежде всего с возвращением Насти в профессию журналиста. Вот так. Жестко. Несмотря ни на какие обстоятельства. Провокационно. Совершали ли вы какие-то поступки ради любимой девушки? На что вы готовы пойти? Если, допустим, такая красивая девушка, как вы, будет. Можно все сделать, думаю, на все пойти, чтобы добиться внимания. На самом деле, мне было очень приятно общаться с людьми, видеть их живые эмоции, обмениваться какими-то мнениями. Мне было очень интересно. И в этот момент я забывала абсолютно о себе, о том, как я выгляжу. Я просто работала. Сейчас моя основная эмоция «Вау! Я так могу!» Мне хочется и смеяться, и плакать, и все вместе. Все хорошо? Все хорошо. Я жива. Я не умерла. Больше того, ты не только не умерла, ты показала, насколько ты крутой журналист. Мне очень понравилось, что Настя сделала то, на что очень многие просто не решили бы никогда в своей жизни. Я верю, что она вернется в профессию. Я верю, что она вот сейчас по-настоящему почувствует крылья у себя за спиной. И только это сделает ее интересной людям вообще и мужчинам в частности в первую очередь. Ура! Ты молодец! Ты преодолела все. Вот так. Все? Эксперимент окончен? Я молодец. Я смелая. Я забыла вообще про все свои комплексы. Я переселила себя. Я горжусь собой. Добрый день! Здравствуйте! Как вас зовут? Меня зовут Настя. Меня Глиб Игоревич. Очень приятно. Юная, красивая девушка. Не совсем. Не совсем? Что же вас привело в клинику? Мне не нравится нос. Ну, это комплекс детства. Мне кажется, я смотрю в зеркало и вижу только нос, маленькие губы, там, я не знаю, провалы под глазами. Ну, вот нос, это вот такая доминанта на лице, он меня смущает. Но окружающие говорят, что все в порядке. Вот. Это ваши доминанты. У вас не мелкое лицо. Оно не маленькое. Какой-то маленький кукольный нос, он потеряется и абсолютно не будет смотреться. Я, со своей точки зрения, не вижу, что сделать с вашим носом, чтобы это стало лучше. А вот, например, грудь. Она у меня уменьшается вот со скоростью света, особенно, когда я теряю вес. Хорошо. Вот по поводу груди мы сейчас с вами пройдем в смотровую и обсудим с вами все эти моменты. Хорошо. Спасибо. Здравствуйте. Анастасия, здравствуйте. Итак, с чем вы к нам пожаловали? Меня смущает мой небольшой размер относительно моего тела. Размеры груди. Мне кажется, есть диспропорция. А что с телом? Тело большое, грудь маленькая. Хорошо. Честно, не очень большое. Давайте посмотрим, с чем мы будем работать. Задеваемся. Я боюсь. Чего боюсь? Большую грудь. Подождите, вы же сказали, что у вас маленькая грудь относительно тела. Нет, вот третий размер это хороший размер, а больше это уже... Хорошо. Вот я смоделировал вашу ситуацию. Решение я буду принимать на столе. А размер зависит от исходного, да? От исходных данных? Да, от вас. Я не гоню за размерами. То есть, если смогу растянуть железу на меньшем укланте, я это сделаю. Боитесь ее? Ну, честно говорите. Не знаю. А кто знает? Мне кажется, выглядит все гармонично. Женственно. Замечательно. Значит, будем работать. Мне добавили 330 миллилитров в каждую грудь, анатомические инкланты. У меня был, идет, наверное, второй размер и стал 3-4. Теперь я несу себя иначе. Теперь я стараюсь держать спинку, ходить ровненько. Теперь я думаю о том, какую одежду. Я себе подберу более женственную. Я мечтаю о лете, я мечтаю о купальниках. Теперь мне нечего показать. Теперь я чувствую себя более уверенной в себе, более женственной, более такой, соблазнительной. Здравствуйте. Меня зовут Олеся Ниловна. Я врач-косметолог. Очень приятно. Значит, расскажите, что вас беспокоит, что бы вы хотели сделать? Меня беспокоят мимические морщинки вокруг глаз, вот эти провалы, которые у меня практически с детства, темные круги. Что вы мне посоветуете? Я вижу немножко больше, но начнем с того, что у вас очень выраженная мимика. Когда вы говорите, поднимаете брови, хмуритесь, улыбаетесь, очень много морщинок мимических. Мы это немножко нивелируем инъекциями ботокса. При этом у вас будут двигаться брови, вы будете живые, но у вас будет меньше морщин. Это первый момент. Второй момент. Мы сделаем биоревитализацию для того, чтобы увлажнить кожу и улучшить ее структуру и цвет лица. Следующий момент, который я вижу, у вас скула более выраженная, не пугайтесь, а с этой стороны менее выраженная скула, недостаточный объем в средней зоне лица. Поэтому я фотографирую всегда вот с этой стороны. Кажется, что это похоже на лицо более симпатичное, да? Моложе. Да. Моложе и симпатичнее. Ну, я шучу, конечно. Немножечко добавим объема и исправим эту асимметрию. По поводу губ. Ну, мы можем немножко прикухлить, да, но все в пределах разумного. Чтобы было красиво. По поводу синячков вокруг глаз. Мы с вами сделаем внутрикожную контурную пластику. Мы будем заполнять вот эти носослезные борозды легким таким филером. Эффект будет длиться на полтора года точно. А не будет отеков? Не будет отеков. Хорошо. Хорошо. Косметолог это волшебница. Она как скульптор создала мое лицо. У меня появилась скула, у меня появились губки. Все очень естественно. Совсем чуть-чуть. Теперь я смотрю в зеркало и вижу такое гармоничное, симметричное, красивое, юное лицо. У меня теперь не шелушится кожа. Кожа светится, она напитанная, она красивая, здоровая, она вообще здоровая. Супер. Настя, привет. Здравствуйте. Я Минго Вячеслав Вячеславович, врач-стоматолог. Для начала я хотел бы услышать жалобы и что не нравится тебе в твоих зубах. Эстетически мне не нравятся промежутки между зубами и вот здесь, как называется, режущий край, он неровный. Я сейчас пройду не ротовой, внутри ротовой осмотр, хорошо. И дальше мы уже определимся, что можно сделать. Настя, к моему сожалению, у тебя с зубами все хорошо. Я стараюсь. У тебя очень хороший клинический случай, чтобы сделать виниры совершенно без препарирования. Осветлить зубы на 2-3 тона это не будет ближе белый-белый, это будут светленькие, красивенькие зубки. Если стоматолог вас хвалит, это не значит, что нужно дома бросать щетку, ирригатор и не пользоваться средствами домашней гигиены. Это значит о том, что ваша гигиена сейчас на очень хорошем уровне, и вы должны поддерживать ее всю оставшуюся жизнь. Следи за своими зубами, как ты следила до этого. И есть у тебя несколько пломб, которые, они очень обширные, и их нужно заменить на керамические вкладки, а где-то уже на трехчетвертные коронки. Настя, ты готова к переменам в своей жизни? Да, я готова. Отлично, тогда начинаем. Стоматолог меня порадовал, похвалил, сказал, что у меня здоровые зубки, я за ними действительно ухаживала, но меня не устраивала форма и промежутки. Венеры меня поставили, все здорово, теперь у меня красивые ровные зубки, теперь я не стесняюсь улыбаться, и еще много-много лет я буду радовать себя и окружающих такой зубкой. Далее в программе. Ух, Женька, сейчас у него там будет начнется жара. Надо бы хоть одним глазочком понаблюдать за этим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет. Привет, давай пять. Как тебя зовут? Настя. Не может быть, меня тоже Настя. Ну, я уже вижу, что есть особенности, да, осанки, наверное, да, есть, это сразу заметно, поэтому начнем мы разминку с того тренажера, который поможет тебе укрепить мышцы спины, придать им тонус. Давай, поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Есть. Очень люблю фитнес. Обычно я занималась дома, либо ходила в фитнес-зал на групповые тренировки. А здесь я открыла для себя тренажеры и функциональную тренировку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вытягиваешься и выдох. Смотри, у нас есть ТРХ. Пожалуйста. Он, в принципе, не огромных денег стоит, да. Опять же, отложила с булочек, с лишней еды какой-то. Купила ТРХ, повесила на дерево, где угодно. И, пожалуйста, занимайся, особенно, когда хорошая погода. Шикарно. И сейчас такой маленький взрыв на нашей тренировке. В принципе, не так сложно, тоже небольшая работа на координации. Сделать упор, чувствовать, что вы уверенно стоите на руках. И очень важно здесь, чтобы плечи были над ладонями. Тянуть живот, напрячь чуть ягодицы. И начать колени приближать к плечу. Чем быстрее делаешь, чем сложнее. Ух! На первого раза, наверное, неплохо. Сойдет. Ну что, в хорошем настроении зарядилась? Как видишь, супер. Я рада. Девчонки, и вам хороший совет. Оставляйте плохое настроение в фитнес-клубе. Здесь знают, что с ним делать. О хорошем заряжайтесь. Я не знаю, насколько видны мои результаты, но мне кажется, мои джинсы стали немножко посвободнее. И я стала подтянутой. Кубики, кубики появились. Я обещаю, я буду заниматься еще. И мне кажется, с каждым днем буду станет все лучше, лучше потянуть. И, в общем, к лету я буду просто супер. Богатырева Ирина, фэшн-стилист, закончила британскую школу дизайна и имеет большой опыт работы стилистом на телевидении. Сотрудничает с глянцевыми журналами, а также принимает участие в создании рекламных компаний. Привет. Привет. Как настроение? Отлично. Слушай, ну я наслышана о твоем эксперименте. Ой. Вообще, конечно, ты герой, я тебе хочу сказать. Я работала. Ты работала, да. И как оно? Очень страшно. Очень волнительно. Я боюсь смотреть этот выпуск. Ну что ж, А тем не менее, придется его смотреть. Работать надо. Хорошо, молодец. Нет, мне просто сказали, что ты очень круто справилась, поэтому большая молодежь. Я старалась. Так, ну здесь мы тебя не раздеваем, здесь все наоборот. Супер. Поэтому, я знаю, что ты хочешь найти свою любовь, да, специально для тебя. Я подобрала вот этот замечательный образ. Он состоит из нежно-голубого топа. Вот он. А с ним юбка миди цвета, Ира, я тебя сейчас удивлю. Ну-ка. Лазурит. Вау. Красиво, Ксюша. Это молодец. Между прочим, один из самых модных цветов этого сезона. Смотри, к ним я тебе подобрала вот такие замечательные жемчужно-серые босоножки. Они бархатные, да? Бархатные, да. И клач змеиной расцветки. Это питон. Ого. И сейчас его носят даже со спортивным костюмом. Ну вот, американские люди. Да, что нет? Ты не видела? Нет. Спортивный костюм, каблуки и сумка питон. А. Чего я нашим зрительницам, конечно, не советую, потому что я считаю, на мой взгляд, это слишком эпатажно. Экстравагантно, я бы сказала. Да, экстравагантно. А вот сюда в самый раз. Пожалуйста, примерочную. Ждем тебя. Ждем тебя. Хорошо. Главное, не путать питона с леопардом, вы считаете. Я никак не могу это забыть. Да, не дают покой леопард. А. Настя. Ой. Ну что? Непривычно ходить на таких высоких каблуках. Конечно. Ты еще не высокий. Так бывает и выше. Да, да. Мне кажется, я и так высокая ищу такие каблуки. Но смотрятся шикарно, конечно. Это мой любимый цвет. Очень красиво. Слушай, ну несмотря на то, что ты высокий, я же не могла тебе кроссовки подобрать под этот образ, правильно? Или какие-нибудь там балетки. Тебе нужны были бы соножки под этот образ. Потому что такая юбка обязывает. Такая длина юбки. Здесь, конечно, нужен каблук. Молодцы. Что тебе больше всего понравилось за этот образ? Что не понравилось, уже я поняла. Теперь расскажи, что понравилось. Нет, мне все понравилось, все нравится. Я на самом деле такая девочка-девочка, и вы это подчеркнули, почувствовали. И вот цвет, ну все очень здорово. Мне кажется, этот образ очень универсальный. Ну можно и на работу, и на прогулку куда-то. И на вечер куда-то. И на вечер, да. Очень элегантно. Просто дело в том, что каблук, он добавляет роста, но тебе это не нужно, но он вытягивает фигуру. Имейте в виду, что, конечно же, каблуки нам, женщинам, носить достаточно сложно. Да, они все умеют, но тем не менее это нужно делать. Я тебе подобрала очень интересный образ. У тебя теперь появляется двубортный жакет, который носит название «Принц Уэльский». «Принц Уэльский». Ты понимаешь? А вы можете встретить принца? Да, запросто. Он идет. Мы как раз и проверим. Я думаю, получится. Он как чек к покупке, в общем, прилагается, да. Но чтобы образ не был уж слишком таким строгим, я решила поиграть с кожей. У тебя теперь будет кожаная юбка из эко-кожи, красного цвета. И что самое интересное, поиск арсет. Сейчас это очень актуально. Угу. Сказала Ирина. Просто Ирина сама надела такой поиск и решила всем сказать, что это актуально. Нет, я решила образ именно дополнить такой деталью. Это очень модно. И сделать образ немножечко таким дерзким. Сюда я тебе хочу предложить такие лодочки. И сразу захвачу сумочку. Держи, милая. Так, это все тебе. Скорее беги. А мы посмотрим. Поиск арсет для меня просто фаворит в этом сезоне. Его вы можете носить поверх пальто, поверх пиджаков, с рубашками, с платьем. На самом деле, вариаций очень много. Этот аксессуар подчеркивает вашу талию и делает фигуру еще более изящной и хрупкой. Единственное, я не рекомендую такой пояс девушкам невысокого роста, поскольку не будут соблюдены правильные пропорции фигуре. Ну что? Ну как тебе? Леди. Просто сделали из меня леди. Бизнес-леди. Да, мы старались. Надеюсь. Неожиданно, конечно. Смело для меня. Красный цвет, красная юбка такая. Я вообще бы не догадалась так одеться. Теперь с вашей легкой руки будут и каблуки. Очень здорово. Два образа мне оба понравились. Я даже не знаю, что выделить. Круто-круто. Я сейчас... Не выделяй, а мы потом поругаемся. Да, нам нельзя такие вещи говорить. Да, мы что-то потом в кулуарах. Супер. Ну, просто волшебность. Радость-то тебе нравится. Хорошо. Ну что, дорогая, тебя ждет Евгений Жук и Сардар. Вот. Я думаю, что самое приятное, что я сейчас произнесла, это Евгений Жук. О, да. Я уже покраснел. Да, да. Я знаю, что тебе, Женя, очень нравится. Тебе Женька нравится. Какому он не нравится? Покажите мне. Ну да, глупый вопрос. Вот. Поэтому вы там как раз и пообщаетесь. Все. Спасибо. Удачи тебе. Беги. До встречи. Ух, Женька, сейчас у него там будет начнется жара. Жара, жара. Надо хоть одним глазочком понаблюдать за этим. Евгений Жук, парикмахер. Здравствуй, Настя. Здравствуйте. Ну что, ну, со мной можно не на «вы», можно на «ты». Хорошо, привет. Привет. Ну что, как твоя перезагрузка проходит? Чудесно. Какие эксперименты были у тебя в твоей жизни? С волосами? С волосами, с лицом, с цветом, что угодно. Вот вообще никаких экспериментов. Вот то, что я вижу сейчас, это было и всегда. Да, плюс-минус челка. В общем, мне нравятся мои натуральные светлые волосы. Я очень волнуюсь, потому что я их... Не хочешь их красить? Я их никогда не красила. Какие укладки ты себе делаешь? Мне очень сложно их укладывать. Я их сколько раз пыталась закрутить, но никак. Не держит завито? Нет, вообще не держит. Девушки, если вы хотите сделать прическу в виде локонов, помните об одном очень важном совете. Для того, чтобы создать локон, вам нужно накрутить, сначала прять при помощи плойки, бигуди или фена, при этом нагреть их, а для того, чтобы ваши локоны держались дольше, нужно заколоть при помощи заколки и дать им остыть. Тогда укладка продержится весь день. Ну, я ещё стараюсь не травмировать волосы и даже феном не сушу. Вообще, я маньяк по волосам. Я за ними постоянно ухаживаю, что-то новое пробую, и мне очень интересно. Если хочешь выглядеть красиво, ты должен напомнить, что красота волос не в длине, не в цвете, а в качестве, и именно в гармонии твоего полноценного образа. Да, это самое главное. Ну что, начнём работать? Начнём. Настя, ну ты уже пережила всё. Все свои страхи. У меня единственный вопрос. Нет, два. Позволь. Первый. Будешь ли ты плакать? А второй. Есть хоть какая-то нотка позитива в нашем проекте для тебя? Ну вот. Я не такая плакс. Она увидела прядь волос и начала реветь. Просто неожиданно, очень неожиданно. Я себе даже представить не могу такой. У меня всю жизнь была светленькая. Ой. Профессионал, миловиденный. Но я не ожидала, что будет настолько кардинально. Смотри сюда. Настя. Выдохни. Выдохни. Всё. У тебя красивый цвета волос. Слышишь, нет, нет. Он выглядит очень натурально. Ты просто, может быть, ты всё время ходила блондинкой, поэтому для тебя, конечно, не привычно. Я тебя прекрасно понимаю, поэтому ей нужно поплакаться. Да я не буду плакать, всё хорошо. Я очень рада, что я здесь. Ну, правда, ну как мне, станцевать вам? Я тебе верю, но у нас есть один человек, который плачет всегда. Сердар, заходи. Привет. Я не плачу никогда. Но не сейчас. Иногда в фильмах плачу. Привет. В фильмах, когда играет романтическую роль. Сердар, какой вот макияж подошёл бы нашей Насте? Водостойке. Ну что, Настя часто плачет, и я думаю, что мы сделаем водостойкий макияж. Нет, это плохая идея. Не можешь плакать? Обещаешь? Я обещаю, не буду плакать. Все слёзки выпукал. Всё не осталось. Вот, нет. Отлично. Значит, идём ко мне в студию. Приступим к макияжу. Жень, спасибо за работу. Настюш, ну что, настал момент, когда ты можешь задать мне вопрос по поводу макияжа. Если они у тебя, конечно же, есть. У меня очень много вопросов. Но самое главное – это стрелки. Мне кажется, это самое сложное, что есть в макияже. Вот, например, хочется куда-то на вечер сделать некрасивые глаза. А получается палочка. Ну, получается вообще кошмар. Мне кажется, это годы тренировки. Годы. А сейчас, дорогие телезрительницы, я вам на примере Насте покажу, как сделать идеальные стрелки без особых усилий. Затонируем немного лицо. Слегка прокрасим бровь. Девчонки, если вы рисуете стрелки, то обязательно нужно подчеркнуть брови. Так ваш взгляд будет более выразительным. Настя, перед тем, как рисовать стрелку, я тебе под глаз приклею вот такой вот пластырь прозрачный под нижнее веко, делая как бы продолжение нижней линии глаза. Берем кремовую подводку и нам нужна маленькая кисточка. Рисуем стрелку. Начнем мы с хвостика. Далее для того, чтобы взгляд был более выразительным, мы прокрашиваем ресничный контур. То есть берем эту кисточку, немного подводки и прокрашиваем между ресничками. Так, стрелку нарисовали. Пока она выглядит не совсем симпатичной, сейчас самый эффектный момент, мы будем убирать пластырь. Готова? Выдохнула. Выдохнула. Настя, ну ты понимаешь, да, что мы пластырь использовали как трафарет? Да, это очень удобно. Для каждого глаза есть своя стрелка, поэтому ищите ее, пробуйте, рисуйте, и вы обязательно найдете ту форму, которая подходит вам. Настюш, я думаю, ты поняла, как рисовать правильно стрелки. Будешь тренироваться и потом мне фотоотчет скинешь. Обязательно. Самыми разными стрелками. Ну что, приступим к макияжу финальному? Давай. Отлично. Далее в программе. Ну это, сделай. Я реально другая. Другая, другая, другая. Ты чувствуешь себя красивой сейчас? Не знаю. Ну хорошо, для того, чтобы ты узнала, тебе нужно повернуться к зеркалу. Но при этом ты должна принять наши условия. Закрывай глаза. Я боюсь. У меня бьется сердце. Раз, два, три. Я не узнаю. Я вообще не узнаю себя. Вот это называется перезагрузка. Когда просто это не я. Меня мама не узнает. Настя, те слезы, которые ты не пожалела для нас. Вообще стоят этого финала? Конечно, слёзы – это просто эмоции. Это накопилось. Всё-всё-всё. А ты был такой вот иголочкой, которая лопнула на шарик, понимаешь? Да, да. И положительная, и отрицательная. К сожалению, издержки моей работы именно такие. Потому что по-другому переломить, милые мои, вас нельзя. Настюш, ну что? Тебя ждёт Ксюша. Она тоже с нетерпением хочет увидеть тебя во всей красе. А потом дали подиум. Отлично. Настюш, ты знаешь, обычно, когда я стою здесь на подиуме и говорю напутственные слова, это что-то очень доброе и приятное. Сейчас я чуть-чуть тебя, конечно, поругаю. Потому что твоё поведение, особенно сегодня, мне не сильно порадовало. И я тебе могу сказать, что я понимаю, в чём твоя главная ошибка. Ты пришла с историей о том, что тебе очень сложно чего-то в жизни добиться. Что всё, за что ты берёшь, у тебя не получается. Не получается, потому что ты не можешь расслабиться. И до сих пор, вот у нас сейчас уже программа заканчивается, а ты до сих пор в напряге. Выдох. Сделай. Если этого не случится, никакие макияжи, никакой цвет волос, никакие эксперименты, никакие разговоры, встречи с психологами. Это всё тогда пустая работа была, понимаешь? А нам бы не хотелось. Давай, дорогая, я тебя обгляну, ты очень красивая. Зря ты переживала. Спасибо. Я уже другая, я это чувствую. Я очень на это надеюсь. Обратной дороги нет. Обратной дороги нет. Всё. Теперь только вперёд. Иногда приходится и поругать героинь, серьёзно с ними поговорить, для того, чтобы они пришли в себя и поняли, что если они решились... Знаете, это как хирургическое вмешательство. Если ты уже легла на операционный стол, не учи врача, что тебя отрезать, что не отрезать, что там, как делать, не нужно. Всё, уже вот ты пришла к специалисту, расслабься и получай удовольствие. Мозунг нашей программы. Принцесса, не смейся. Такое платье. Поближе, хотя бы посмотри. Твои старания, тот путь, который ты прошла, те изменения. Самое главное, чтобы не потерять это состояние, оставайся с этим. Тебе очень это идёт. Спасибо. Я как в сказке, как будто, не знаю, бал, свадьба. Что ещё можно сравнить? Ну, бал. Покрутить? Вот такая я. Мне изменился взгляд, изменилась улыбка. Она очень красивая, статусная, грациозная девушка, которая будет приковывать к себе взгляды обязательно. И после этого, я уверена, что она найдёт и работу, и мужчину, и свои мечты. И все её проблемы в жизни обязательно решатся. На самом деле, я так боюсь экспериментов. Это для меня было вот... Ага, именно поэтому ты пошла на перезагрузку. Нет, это способ выйти из зоны комфорта. Я очень волновалась. Я поняла, хватит придираться к себе. Всю жизнь я занималась тем, что искала в себе недостатки. А все проблемы вот здесь. И в первую очередь, надо выводить всех тараканов отсюда. Сейчас мне очень стыдно за те слёзы. Но через слёзы выходили все обиды, все комплексы, всё, что накопилось сейчас. Оно вышло, и всё. Я теперь плакать больше не буду. Увидев себя в зеркале, я цепенела. Мне кажется, эта пауза длилась вечной. А-а-а! Мама! Я не узнаю. Я вообще не узнаю себя. Боже мой! Слушайте, ну, это то, чего я вообще не ожидала. Я сейчас смотрю и пытаюсь понять, кто же я такая леди, такая струненькая, красивая. Если бы не вы, я бы никогда в жизни не покрасила свои волосы, не изменила бы себя настолько, что я абсолютно другая. И, ну, это очень круто. Спасибо вам искренне большое. Спасибо. Я вижу по глазам, что она говорит искренне, и это правда. Я впервые в жизни говорю, что у меня красивый нос. Благодаря тому, что цвет волос потемнее, мои глаза стали ярче. Я хотела как-то отреагировать, но я правда была в шоке, у меня не было слов. Я реально перезагрузилась, вот правда. Я чувствую, я каждое утро просыпалась и понимала, что я немножко другая. Другая, другая, другая. И впервые в жизни я вообще другая. Любите себя, принимайте себя, не копайтесь в себе, не выискивайте вы эти недостатки. Расслабьтесь, наслаждайтесь жизнью и улыбайтесь. Это самое главное. Это говорю вам я, новая, обновленная, перезагруженная Настя. Расслабьтесь, наслаждайтесь. Похожие лодочки, но это уже никому не интересно. Я тебе и расскажу, у меня есть похожие лодочки. Очень актуальный цвет, прикольный, мне очень нравится. Я рада, Ксюша, с цветом. Смотрите в следующей программе. Меня зовут Екатерина, мне 23 года, я из Санкт-Петербурга. У меня есть молодой человек, наверное, он основной, почему я сюда пришла. Меня начало все раздражать. Чем он тебя злит? Ты когда-нибудь в жизни кому-то подчинялась? Я росла в тех условиях, когда не было семьи. Отец постоянно пил, постоянно сбивал меня. Какой кошмар, какая скотина. Если такое начало, каково же будет продолжение? Ну что, попробуем? Попробуем. Морочки мои, господи, помилуй. И в шоке, это классно. Я тебя сейчас вывижу совсем с другой стороны. А я сварок. Всем пока, всем спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok